Вот интересная тема на подумать. Пример. Встречаюсь я с бизнесменами, общаемся, и бизнесмены мне говорят, Наталья, вот у тебя не хватает знаний по бизнесу, иначе бы ты выстроила целую систему. У тебя не хватает знаний по маркетингу, иначе бы ты придумала хорошие бренды, и красиво бы это все упаковала в красивые обертки. Встречаюсь с врачами, врачи говорят, Наталья, у тебя не хватает медицинских знаний, у тебя не хватает терминологии, а вот Юнг говорил, а то, что ты говоришь, не соответствует Юнгу, или не все соотносится с Фрейдом. Встречаюсь я с психологами, психологи мне говорят, Наталья, у тебя не хватает опыта работы с клиентами, гипнотизеры говорят, что у меня не хватает гипнотехник, но, господа, вот смотрю, я все это слушаю, и только сегодня вдруг до меня дошло. А кто-нибудь из этих, кто мне говорит, может повторить то, что делаю я? Хоть у одного из них есть результаты по тому же аутизму, или чтобы он убрал у человека болезнь Паркинсона, или убрал биполярное расстройство личности, а у меня эти результаты есть, и я знаю, что никто их повторить не может. И сегодня пришло осознание, благодаря удивительной женщине, она такой пост интересный в интернете написала, зацепила, и вдруг пошел поток, да, мы все уникальны, мы все реально уникальны, и когда мы уникальны, занимаемся своим любимым делом, мы валим на пролом, и тогда наши имена могут загореться куда более ярче, чем имя там того же самого Фрейда или Юнга, они же тоже занимались своим любимым делом, их просто перло, да, им было плевать на социум, и они не ждали оценки или критерия, правильно они что-то делают или неправильно, хватает у них техник или не хватает, и точно так же в нашей современной жизни, если мы идем в гармонии с собой, в гармонии со своей душой, если мы валим по жизни из интереса, мы все уникальны, мы все невероятны, неповторимы, и абсолютно каждый человек, который вот идет от своей души по хобби, по любимому делу, он может перевернуть мир, он может сотворить вообще другую реальность, такая силища сокрыта абсолютно в каждом человеке, и удивительным образом она парализована какими-то социальными рамками, стандартами, какими-то социальными ограничениями, представлениями, правилами, когда вдруг социум говорит, чего ты не знаешь, или чего ты должна делать, или как ты должна представить то или иное, тот же самый продукт, и вы знаете, я сегодня вдруг в какой-то момент поняла, что если вам нужен продукт, вы берете и приходите, и берете в той терминологии, которая мне комфортна, в том варианте, который мне комфортен, в том варианте, который мне понятен, потому что так он дает результат, потому что так он идет от души, потому что так он творится, вот как творение, действительно, как продукт сознания, и абсолютно у каждого человека может быть свой продукт сознания, и люди могут творить невероятные вещи в любви, в добре, в радости, когда они реально слышат свою душу, потому что вот этот коннект душ, он запускает озарение, вот сегодня цепочкой у нескольких человек подряд шло озарение за озарением, откровение за откровением, и это было вау, это было открытие, это цепная реакция, когда человек признавал себя, себя настоящего. Давайте себя открывать для себя же самих. На самом деле это невероятный путь, классный путь, путь самопознания. Продолжение следует...